14 декабря студенты различных институтов Казанского федерального университета впервые написали тотальный диктант по английскому языку. Несколько сотен человек проверили свою способность писать на чистом английском, искусно стараясь избегать ошибок. Текст выбран непростой, но интересный. Вся сложность заключается в орфографии. В английском языке нет строгих правил пунктуации, поэтому над текстом придется хорошенько поразмыслить. Акция направлена на повышение интереса к изучению иностранных языков, а также интереса к всемирному культурному наследию. Так сегодняшний диктант называется Казан Кремлин. И ребята будут писать текст, который посвящен истории Казанского Кремля. Знание второго языка, тем более английского, который сегодня является главным международным языком. Это очень важный навык для современных специалистов, и с этим не поспоришь, так утверждают участники тотального диктанта. Я считаю, что тотальный диктант по английскому языку – это хорошая возможность проявить себя и показать то, чему я научилась в Казанском федеральном университете на протяжении двух лет, ну полутора лет получается. Также я считаю, что этот диктант может показать, насколько я готова к своей будущей профессии, поскольку профессию хочу связать именно с английским языком. Сейчас вообще как бы иностранный язык, тем более английский, он везде нужен, без него никуда, поэтому, наверное, это играет роль. Посмотрим, как это будет. Участвую впервые. Ну, доля волнения, конечно, присутствует. После подведения итогов самых отличившихся знатоков английского ждут приятные сюрпризы. Кстати, по мнению организаторов, данной акции предстоит стать ежегодной. И, скорее всего, теперь принять участие в новых тотальных диктантах смогут студенты из других вузов. Случиться это должно уже совсем скоро. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетьяров, Универтньюз.